Третьи герои Великая победа над демонами прошло не так много времени, королевство Энрод понемногу заращивает раны и восстанавливает порядок. Вести от пропавшего короля Роланда нет, поэтому временно бразды правления берет его жена Катерина, или Катрина, в зависимости от перевода. И вот она получает извещение о том, что ее отец, также великий в прошлом герой Николас Гриффенхарт, правящий королевством Эрафия на материке Антагорич, скоропостижно скончался, и она отправляется на родину для участия в похоронах. Но по прибытии мы узнаем, что без мудрого правления ее папы, королевство подверглось нападению демонов и было расколото, а остальные соседи завершают дело, растаскивая эти осколки. Катерина, справедливо решив, что королевство Николаса по праву принадлежит ей, решает вступить в битву и возродить былую Эрафию. Игра забирала из реального мира сразу, и ты просто растворялся в ней без остатка, забывая о еде и сне. Казалось она идеальна, как в плане графики, так и баланса. Все расы имеют как сильные, так и слабые стороны, они отлично сбалансированы и нету среди них все же более могущественных, что в играх встречается не так часто. Ведь не зря же по этим героям еще довольно долго проводили всяческие турниры, ведь в них, как и в шахматах, приходилось продумывать все ходы наперед и просчитывать, как походит противник. Что же касается самих героев, то мир стал более яркий и интересный в плане исследования, то есть мы не просто выполняли главный квест, но и старались и хотели обыскивать все и вся. Игра разбита на 7 компаний, причем сразу открыто лишь 3. Дело в том, что разработчики решили пойти иным путем, где мы не выбирали сторону конфликта, а затем приводили эту сторону к победе, а следуем путем сюжета, где все равно в конце победит Добро. Причем Добро победит уже в шестой компании, седьмая же является мостом, которая соединяет события со следующей частью меча и магии. Компания состоит из нескольких миссий, каждый из которых происходит на отдельной локации. Сама локация может состоять из двух этажей, поверхности и подземного мира, и если поверхность в основе представляет собой открытую территорию, то подземелья это коридорные пути с условными комнатами. И на поверхности, и в подземельях располагаются города. Всего городов 8 типов по числу живущих рас, и все они по сути уникальны. Общие в них только несколько строений, у всех есть что-то вроде ратуши, которая приносит золото и позволяет, повышая ее уровень, совершенствовать иные здания. Бастион – это стена, защищающая города, чем выше уровень, тем крепче стены. 7 типов казарм, производящих войска, ни больше и ни меньше. Все казармы также улучшаются, позволяя нанимать больше воинов и с улучшенной экипировкой. Гильдия магов, где герои могут купить книгу заклинаний и обучиться им. Все гильдии имеют 5 уровней, а вот колдунство зависит от расы, хотя есть и общие. И рынок, позволяет обменивать ресурсы. Остальные же постройки уникальны, так демоны смогут построить в городах порталы, а затем герой с войсками смогут быстро проходить через них. Люди же сделают конюшню, благодаря которой на пару дней герои будут преодолевать двойное расстояние и так далее. Владея городом, мы должны будем заботиться о нем, улучшать, защищать и нанимать в нем войска и героев, коих-два вида на замок. Причем ничего из этого не выйдет без ресурсов. Ресурсов в игре 7. Золото, лес, руда, кристаллы, изумруды, ртуть и сера. И все они нужны для всевозможных построек и улучшений. Основной ресурс золото, оно нужно для всего и по многу, а остальные зависят от специализации того, что мы хотим сделать. В основном ресурсы добываются из шахт, которые также разбросаны по локации и герой должен их предварительно захватить. Помимо этого ресурсы могут просто бесхозно валяться на земле. Правда большое скопление бесхозного добра в основном находится в охране какого-либо нейтрально злого существа, например дракона или драконов, и дабы до него добраться их нужно победить. Помимо всего по карте раскиданы всевозможные интерактивные места, с которыми герой сможет взаимодействовать и получать дополнительные квесты, опыт, знания, артефакты и ресурсы. По миру мы передвигаемся пошагово, где ход передается от команды к команде. То есть вначале ходят все наши герои и мы закупаем по одной постройке во всех наших городах. После передаем эстафету оппоненту или оппонентам, когда все походят наступает новый день и опять начинаем мы, и так пока не выполним главное задание или нас не сомнут. К слову сказать, по сравнению со второй частью компьютерный оппонент стал более изобретательный и уже не ломится на пролом дабы огрести, а видя огромную армию старается отступить по защиту своих стен. Бои в игре проходят по следующей схеме. Поле боя представляет из себя прямоугольную локацию, разбитую на гексы, где с одной стороны находится наша армия, с другой противником. Юниты ходят в зависимости от своей инициативы, соответственно чем она выше, тем быстрее он походит. Когда все фигуры передвинуты, начинается второй ход. Во время очередного хода в любой момент в бой может вмешаться герой и применить какое-нибудь колдунство из своей книги. Почти каждый юнит обладает своими качествами. Кто-то может летать, кто-то бьет по площади, не боится огня или всегда отвечает на удар. Но есть у них и общая характеристика, вроде здоровья, брони, сопротивления. Но интересных среди них два. Это удача, варьируется от 1 до 3 и чем она выше, тем больше шансов нанести двойной урон. Имораль, которая может позволить юниту сделать второй ход, если она высока, или вообще его пропустить, если низкая. Она зависит от того, с кем мы деремся, от того, какие расы в нашей армии, нежити люди не очень хороши в связке, и от параметров и экипировки героя. Итак, каждый город раз в неделю может предоставить нам два типа героев, мага и воина. Всего героев 128, 64 воина и 64 мага, по 8 воинов и магов на расу. Все они делятся на 16 типов. Некромант, руид, волшебник и тому подобное. Каждый тип обладает особенностью, недоступной другим. Так только некромант и рыцари смерти могут превращать часть убитых воинов в соперников, скелетов, а затем вливать их в свой отряд. Каждый герой сможет освоить 8 способностей. Дипломатия, знания первой помощи и так далее. Всего таких навыков 28, так что придется мудро выбирать, для каких целей у нас этот вояка. Каждый навык можно развить до третьего уровня. Прокачиваемся мы путем убиения монстров, нахождением специальных сундуков, где предлагается выбор забрать золото себе или отдать отряду, но получить экспу. Или посетив некоторые объекты, где нам также насыплют этих очков. С левелапом мы усилим какую-то свою характеристику, вроде урон или защиту. Герой сам не воюет, поэтому это усиление получат все воины в отряде. И сможем выбрать одну из двух случайных способностей. Может попасться как новая, если их меньше 8, так и старая, которая будет улучшена. Помимо всего на героя мы сможем навешать больше десятка артефактов, опять же повышающие наши характеристики или дающие свои способности. Так, найдя некроманский череп, герой сможет как и некромант после боя добавлять скелетов, хотя и не так много. Но тут нужно рассчитывать, что живые не очень приветствуют мертвых и не сделаем ли мы нашу армию только слабее. Зато тому же некроманту это огромный плюс, ведь процент воскрешенных возрастет. В компании герои с одной локации переходят на вторую, сохраняя свой опыт, так что их нужно холить и леять, дабы в конце получить смертоносную машину. Жаль конечно, что они тут не переходят между компаниями, но в дальнейших дополнениях разработчики об этом позаботились. Честно, я даже не знаю, что в этом пункте выделить. Нет, игра не идеальна так, чтобы очень, но и явных огрехов нет. Вначале, правда, в ней были баги, но затем и те исправили. А то, чего не хватало, добавили фанаты во имя багов. Если вы любите героев и по каким-то причинам не играли в третью часть, ссылаясь на устаревшую графику или еще на что-то, то в принципе вы многое потеряли, так как только в ней вся серия раскрывается полностью. И мой вам совет, не упустите возможность восполнить пробел. Но восстановление Эрафии это лишь начало, в клинке Армагеддона и в Дыхании Смерти еще больше возможностей. А теперь, внимание, спойлеры. Сюжет Эрафии для хронологии. Итак, войска Катерины высаживаются на южном побережье Эрафии. И пока сама правительница отправляется в Бранаду для просьбы о помощи, она приказывает закрепиться на небольшом пятачке, взяв несколько городов под контроль. К тому же удается заключить союз с ангелами и отбить гнездовья грифонов, что еще немного усиливает армию Эрафии. Тем временем, демоны Эофола и лорда Негона, объединившись, решают захватить столицу Эрафии, а также ударить по ее союзникам из Овли, дабы не лезли. И если с первым, хотя и с трудом дело выгорает, то с эльфами дела идут не так гладко, и они все же примыкают к Катерине, как впрочем и маги Бракады. Но пока идет заваруха между демонами и союзом, с северо-запада свой кусок пирога хочет урвать король Тралоск, правитель Таталии, но из-за внутренних споров далеко не продвигается. Полностью объединившись и отбив все нападения, союзные силы решают вдарить по врагу. Так Катерина освобождает столицу от лордов Негона и выясняет, что ее папа умер не сам, ему помогли, ядом, а кто виновен неизвестно. Эльфы тем временем по всем фронтам гоняют демонов и в одной стычке выясняют, что в одном замке есть узник, предположительно пропавший король Энрота Роланд, но по итогу это оказалось дезинформацией. Ну и в окончании маги Бракады очищают границы от Таталии, загоняя Тралоска к себе в болото. Затем объединив свои армии, союзная носит сокрушительный удар по Негону, тем самым отбив у них все желание воевать, как минимум на несколько лет. Тем временем некроманты из Деи, видя сколько крови пролилось в Эрафии, решают пополнить свои ряды нежити, но кто им даст труп это, поэтому решено понемногу захватывать Эрафию кусок за куском, пополняя армию. Но тут нужен великий полководец, а у Деи его нет, но есть, то есть был, у Эрафии, почивший король Николас. Выкрасть тела и привезти его по сути проблем не доставило, ритуал также прошел гладко и Николас предстал перед королем Деи в обличии Лича и получил наказ собирать армию и двинуться на Эрафию. Ага, щас, это вам не скелетов вызывать, воля короля, тем более великого в прошлом героя не такая слабая. Убив короля Деи и всех вокруг, Николас начинает призывать и починять нежить, и все же отправляется к Эрафии, дом как никак, но сразу не суется, решив побродить возле границ, пощипать деревеньки и набрать больше армии. Затем нападает на нейтральные земли еще одного некроманта Мота, убивает его, тем самым присваивает его войска, ну и в конце идет на Эрафию. Некроманты Деи наконец понимают, какое чудовище они создали и идут Катерине на поклон, и в жесте доброй воли выдают имя убийцы ее отца. После союз и примкнувшие к ним некроманты вступают в бой. Где Катерина пробивается в замок к отцу и приводит его убийцу. Николас ярости убивает отравителя, а Катерина в этот момент читает заклинание, которое разрушает связь души отца с телом леща, и тот освобождается. Теперь все, врагов нет, можно немного отдохнуть. Последняя кампания рассказывает о том, что спорные границы территории между Эрафией и Авли, население которых смешанное и состоит из людей и эльфов, решают объявить о своем нейтралитете, и нужно говорить, что государство этому не слишком рады. И вдруг эльфы-отступники так удачно находят Грааль, который они решают объявить символом нейтралитета, и размещают его в городе Вельнин, который становится столицей спорных земель. А что из этого всего вышло, рассказывает седьмая часть Меча и Магии. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.